Первый кирпич будущего онкологического центра строители заложили еще в 2019 году. И с того момента работы на этом объекте не прерывались ни на день. Тяжелая строительная техника, сотни рабочих, проектировщики, студенческие отряды для помощи, консилиумы врачей, которые по сей день решают, каким должен быть современный онкоцентр в Гродно. Поэтапное строительство этого медицинского объекта регулярно обсуждают в местных СМИ. Все потому, что для Гродненской области это учреждение не просто важно, оно незаменимо. Ведь до сих пор наш регион оставался единственным, где не было специализированного онкологического диспансера, в котором пациенты с новообразованиями могли бы получить современную и, что самое главное, эффективную помощь. На данный момент к своему завершению подходит первая очередь строительства, которое предполагает возведение радиологического корпуса. Для корпуса уже закуплены линейные ускорители, но это не единственные позиции. Остальные позиции находятся в Беломедтехнике на подготовительном этапе для проведения конкурсов, для проведения процедур закупок и будут закуплены, планируется, естественно, в этом году. И все оборудование уже к концу года мы сможем установить, отдиагностировать и, наверное, готовы будем к приему первых пациентов. Радиологический корпус – это непосредственно радиотерапевтическое лечение в радиологическом отделении и аппаратном так называемом отделении, и отделение радионуклидной диагностики, которое будет проводить полный спектр диагностики по онкологическим профилям и не только по онкологическим профилям. На данный момент внутри этого здания ведутся отделочные работы, подготавливаются площадки для установки современного оборудования и уже к концу этого года, предполагают специалисты, первый объект будет готов к сдаче. Всего введение онкологического центра, говорят, в третьей городской больнице, предполагает пять очередей строительства, и самым сложным и масштабным является именно второй этап возведения онкоцентра. Он предполагает появление семиэтажного хирургического корпуса, где будет находиться приемное отделение, оперблок на 7 койко-мест, реанимация на 12 мест с палатами пробуждения и современным оборудованием и клиникодиагностическую часть. Всего корпус рассчитан на 200 койко-мест. Строительство второй очереди уже ведется, и по планам специалистов может опередить сроки сдачи. Ну а пока современный медицинский комплекс не готов, все пациенты получают помощь в радиологическом отделении университетской клиники. Но специалисты там с ежегодно возрастающей нагрузкой справляются с трудом. Да и оборудование, прямо скажем, давно требует серьезного обновления. Радиологический корпус в настоящее время работает две смены, обслуживает как стационарных пациентов, находящихся на чуждении, так и амбулаторных. Можно сказать, 50 на 50. Порядка 100 человек получают помощь ежедневно на нашем оборудовании. Но это оборудование, как говорится, прошлого века. Кроме брахиотерапии, которая существует для нас, лечение обухлепрестательной железы, молочной железы, заболевания с крепутинной системой, мы не можем похвастаться тем, чтобы проводить лучевую терапию на современном этапе. В перспективе новое оборудование позволит оказывать эту помощь нашим людям, не выезжая за пределы города Гродно. И к тому же доступность этой помощи будет значительно выше. До 2025 года перед строителями стоит задача реконструировать третью городскую больницу и амбулаторно-поликлинический корпус. Заключительный этап масштабной стройки будет представляться бы возведение пансионата, в котором станет возможным проведение краткосрочных вмешательств, радио- и химиотерапии. Новый онкоцентр будет оказывать помощь пациентам со всеми видами онкологии, за исключением нейрохирургической. Количество пациентов с онкозаболеваниями в нашей Гродницкой области продолжают увеличиваться, говорят специалисты. В прошлом году таких пациентов было зарегистрировано 32 тысячи человек. Уже на 1 июля этого года это число возросло до более 33,5 тысяч. Третьество нового онкоцентра, его оборудование, а также специалисты позволят диагностировать опухоли на ранней стадии, пререшивать ситуацию наименее вредного хирургического вмешательства, а значит в последующем быстрой реабилитации пациента. Конечно, учитывая объем работы и новизну оборудования, уже готовятся и специалисты для будущего медучреждения. Они будут проходить специальное обучение на современных аппаратах. Помимо врачей, к слову, в онкоцентре будут работать и инженеры, которые обеспечат подготовку к проведению лучевой терапии на линейных ускорителях. Пока комплектация кадров находится в подготовительной стадии, гораздо важнее установить оборудование, и тогда первые пациенты смогут получить современную помощь уже в конце этого, в начале следующего года. Анна Соловей, Андрей Шаповалов. Новости Кроноплюс.